так всем привет сегодня у нас 20 какой там 13 июля данная тема у нас будет по поводу просто amazon вопрос ответа какие есть так что заваливайте никого я сегодня не подтянул но и думаю не надо иногда надо так общаться потому что разные люди разные истории а сегодня не будем время зря терять просто поотвечай на вопросы вроде все наладил так что я готов по поводу вихря так так prime день только сейчас скайпе смотрел на данный момент у нас получается параллельно несколько запуска прошло наш товар до prime дня можно сказать практически не дожил сложно сказать как на него повлиял потому что на данный момент при нашей вот этой вот системе запуска получается не знаю сейчас у меня очередной новый товар запускается три дня пока ничего тишина то есть идут раздачи активной по нескольким направлениям вам звану никаких сдвигов нет даже причем первый день была индексация лучше всего проиндексировал четыре ключа ключевой запрос и после только спад идет вот хотя идет органика главное понятно откуда ну то есть какой-то даже пи-пи-си сработала я на автомате поставил потому что не товар такой скорострельный я аккаунт никак не мог верифицировать чуть меня затянулось это удовольствие вот на посмотрим на данный момент ситуация по этому товар такая три дня пока тихо тихо достаточно те три товара у нас запустились где-то наверное оживление было недель через неделю вот вот это главный наш товар по обучению который мы тащили он по моему день там на ну то есть день наверно 10 пошли продажи уже серьезно 10 20 30 40 60 конечно итоге последний день мы дошли там по моему что-то 86 продаж было ну и ну и вот так то есть не знаю прон день не прон день то есть постоянно ушел рост потому что это при условиях нас еще достаточно большие есть запас так скажем потому что много ключей которые надо еще продвинуть причем таких жирных среднечастотников то есть которые должны дать любом случае продаж не знаю пронде не пронде не то есть ну как минимум два раза это точно вот то что у нас на еще оставался штук 30 мы не все продали по поводу учеников вот сейчас один из учеников который параллельно как раз идет очень хорошо мне после про меня даже сейчас говорит лучше то есть тут момент такой что насколько мы у нас задача 1 занять позиции по тому же он звану любому парсинку позиции там трекинг трекеру вот и смотреть где мы находимся то есть просто мы очень часто еще потенциал не прошли из-за этого бессмысленно там сейчас говорить вот все остальные но никто особо не жаловался мне кажется это из той серии когда все хорошо все хорошо и так а когда все плохо у кого не был продаж у них и так и не было то есть ничего не изменилось это не новый год под новый год мы все-таки хит продажи получали то сейчас ничего такого него так значит вот как обычно короче так что поменялось регистрация ну я не знаю у меня был старый аккаунт ну старый аккаунт вот и старый аккаунт я им давно не пользовался и вот как раз мы на него привезли товар очередной и пришлось переключаться с непрофессионального профессиональной я это сделал заранее за две недели но получилось так что писал много писем никто ответа не привета не было то есть была непонятная ситуация но по надеялся на вось что у меня пронесло выставил товар а приходу сначала несколько единиц потом несколько сотен понял что куранты был был значит какие-то проблемы посоветовал своим там ребятами вот и говорят что по-любому надо верификацию написал в час сразу же не какой-то индус ответил о том что не вариант он решить не может проблему я там сделаю супер срочный тикет но я им как бы попросил он ну ничего не от не отреагировал как бы в любом случае день подождал результата ноль на встрече день опять написал попался нормальный дус дал мне сразу ски ссылку по ссылке перешел он начал оформлять документы посмотрел список правила пошел сбербанк далее в сбербанке дает всего одна одна анкета на английском языке больше они не дают вот взял еще анкет много разных танки это кстати стоит 100 рублей вот мы купили все сделали принесли домой в анкете ничего нет ни карты номера нет нет то он естественно загранпаспортом обычный паспорт и нету адреса нету короче практически принципе для амазона нет ничего вот мне товарищ фотошопе все нарисовал загранпаспорт мы поменяли на данные из точнее данные национального паспорта на загранпаспорт и добавил ну естественно помимо паспорта сделали вот эту справку загранпаспорт я дал и соответственно справку отказ на следующий день я начал еще больше суетиться у людей начал запрашивать многие давали мне справки именно прям варит из google духом из google справок сбербанка прям та же самая справка с небольшими вариациями начали кстати и справка у меня была синяя печать удалил то есть она была такая как бы сканированы вот потом потыркался у всех посмотрел другие банки все остальное упростил заказал еще электронную выписку по карте сбербанке там кстати они прислали в орде я исправил все на английский язык просто сам перевел то есть можно было исправить за один месяц и меня было там слава богу одна платежка по амазону вот по амазону я значит это сделал ну то есть исправил за один месяц и прилепил скрин вот этой справки с синими печатями из вот то есть ну то есть у меня два документа было два документа на скрине и соответственно мне верифика еще написал жалобное письмо что это мне единственный бизнес туда-сюда вот мне товарищ посоветовал ну вот и на следующий день мне верифицировали с утра 8 30 смотрю все цена пошла ну и вот три дня пока на момент идет такой простой плавное продвижение без каких-либо вот камеру смотреть да не очень удобно надо себя туда камешек подтянуть такой привычки нет профессиональной так то есть это конкретная верификация рассказал по поводу чтобы поменялась регистрация аккаунта приват лейбла я не знаю ничего не поменялось алексей как был так и есть нужна торговая марка даже торговая марка в процессе регистрации не является основанием для получения бренд регистрации не просто не прямая регистрация торгового аккаунта не понимаю уточнить пора так давайте вопросы вот какие там есть у нас так что весело поставим какие-то вот эти вот движения с товарами значит что-то у одного человека лучше стали продаваться ну потому что говорю просто он растет больше получает позиции и соответственно так вот продвигается то здесь все зависит от непосредственно потенциалом если когда-то уже занял все свои позиции ты уже понимаешь что да как тогда уже получается надо обращать на прайм день но я много читал смотрел про прайм день многие американцы ну по крайней мере кого я читал и люди рассказывают это придумали для того чтобы поднять продажи в лето ну какие такие то есть какой-то баланс лет и зима в зиму страна намного лучше продажи более сильные ну вот так что сильно рассчитан на прайм день мне кажется бессмысленно ну наверно какие-то монстры когда мы заходили на amazon там была реклама первую очередь амазонских продуктов то есть они для себя и качают в принципе в первую очередь основная задача да теперь если имеется ввиду бренд регистри нужно торговая марка регистрация да в любом случае если вы торгуете сша в сша если в европе то в конкретной стране европа вот то есть надо в каждой стране будет регистрировать от торговой марки по-другому принципе я не знаю других вариантов недавно была информация проходила что вроде как бы можно но проверили ничего не изменилось то есть как нельзя было так и нельзя хочу узнать по каким ключевикам тима спрашивает продается мой конкурент может подскажете как это сделал сонар мерчант знаю ну я не знаю это какая какая связь сонара мерчант по поводу продаж ну во первых мы точно никогда не узнаем вот а во вторых ну наверно более более грамотно я сейчас ссылку скину это ну только взломать его сёрш-сёром да и все ну другого я варианта не вижу а то что сонар ну они показывают дениска покажет там за ванну ну не знаю можно кейверт инспектор добавить сюда но мне кажется это все вот такие уже методы по наитию то есть зачем это делать если у вас есть конкретный конкурент я вообще в этом смысла никакого не вижу сейчас очень много людей этим занимается вот ссылка переходите до взломать этого одного-двух конкурентов какие-то 10 долларов никаких проблем не верну объединитесь кстати никто же не мешает 10 ключей взломать вот не а можно трекать ключи денис но я честно могу сказать мы у нас есть такая стратегия да при старте товара мы берем конкурентов вам за ван забиваем много их ключевых ключевиков и потом смотрим диаграмму если она ровно идет то значит нет продаж не у конкурентов не ум не у этих не у нас ну точнее у конкурентов нет то есть у того товар который мы треками не соответственно вы конкурент если там идет такая диаграмма значит там идет хорошая движуха но я честно могу сказать я десятки товаров себе брал вот ну когда начинаешь у одного и не идет например движуха у другого идет и вот достаточно можно отсеять но немного асин инспектор ну кому что но я еще раз говорю я абсолютно не вижу вообще смысла сейчас в любой других программах когда можно взломать сервисером конкурент ну просто не вижу вообще в этом смысл ну вот из-за этого все упрощается много программ осталось последний принцип программы чтобы мы взламывали этих товарищей наших любимых откуда у нас идут конкретно сами продажи то есть если мы это взломаем то вообще но тогда другой стороны опять же все это все узнают все конкуренции ломанутся и вполне возможно что фраза поменяется вот из-за этого не знаю я помню месяца три-четыре назад еще не так давно говорил что супер важно знает сервисерам конкурентов сейчас вот он пожалуй 10 долларов ну просто если вы взломаете 10 ключи там по моему что там 70 с копейками долларов то есть сложились там я не знаю вдвоем втроем доходит 10 ром за 7 долларов ключ можно взломать и соответственно вы и так поймете что там дык просто очень часто бывает я говорю по тенденции по той сколько мы взламывали ключей ситуация достаточно простая сервисерам очень маленький то есть тенденция идет к уменьшению количество ключевых запросов вот мы еще так жадничаем мы еще там корректируем но в любом случае уже начали делать комбинированные сервисер мы то есть из без повторений с повторением то есть но в любом случае стараемся минимизировать их и будет и минимизируйте сервисер все все минимизируем а программу можно пользоваться абсолютно кому какими нравится конечно сразу мы не узнаем откуда они генерировать продаж к сожалению некоторые люди действительно даже бывает конкурентов партии позиции и потом вставлю вставляет себе все шторм потом соответственно какое-то время по торгует у меня есть один из учеников он так и сделал вот и у него результат бы он был доволен потом мы поторговали где-то неделю начали индексировать проверять на вексацию когда уже хороший продаж но какое количество прошло вот все подтянулась и начали просто убирать то что у нас не индексировалась и начали добавлять то что у нас было что индексируется так что так вот что есть вопросы чё есть вопросы чё-то новое рассказывать даже не знаю чё-то новое рассказывать чё нет вопрос вообще чё нет вопрос вообще потом будет с деньгами другая ситуация здесь все зависит от того насколько у вас прокачан аккаунт сколько времени на нем работаете смотрел вчера вихрь два от кустом достаточно интересно вы что-то подробно подобное пробовали как результат нет я не смотрел я по этому поводу говорю уже высказывался как бы смысла этом не вижу вот но будет информация расскажет посмотрим я не знаю мне не особо было интересно я если вот так вот если если пойти путем например вообще подхода к этому всему делу я хоть может быть сложилось впечатление неправильно обо мне что я там только серым способом продвижения пользуюсь всем остальным я не вообще не об этом я всегда пользуюсь делаю именно комплекс действий я не вижу смысла ставить ставку на один на один там метод продвижения еще что-то для меня не принципиально вот мне очень-очень интересно изучение вот сейчас новых зак новость мне очень интересно сейчас поработать с людьми которые имеют очень прокачан аккаунт на ebay например или какие-то дополнительные каналы быт кроме амазона через которые я могу продавать товары или забанены по каким-то причинам или соответственно завершие каким-то причинам на амазоне вот мне это очень интересно потому что оборот денег очень быстро и и минимизировать возможность рисков минимизировать вот это замораживание денег вообще в ноль это очень хорошо я считаю если вы промахнулись там потратились и так далее выйти даже там с какими-то деньгами там хотя бы 50 процентов вернуть это нормально считайте что вы просто заработать знания могу сказать что я на первом товаре потерял я вложил в товар 2000 долларов потерял 3 потому что еще и продвижение вложил и ни копейки не вернул то есть я просто для себя определил на тот момент что я буду получать знания вот из-за этого если вы теряете там какие-то деньги это нормально это первый товар я много людей знаю которые на первом товаре неудачно сработали знаю тех людей которые на первом товаре на втором удачно а потом неудачно вот это опыт опыт он отрицательный положительный он весь нужен надо просто правильно анализировать на нем работать из-за этого меня в принципе не очень интересуют любые способы на меня люди выходят мне предлагают я проверяю если все работает я предлагаю я считаю что у всех должны быть равные условия можно за деньги купить просто если например история того года мы узнали про я первый раз увидел вообще-то это серое продвижение в октябре месяц того года вот живой до этого слышал я в августе ну там в август сентября что не помню вот из-за этого когда мы не имеем такую возможность сложно когда мы имеем такую возможность это хорошо вот и каждый выбирает если вы заточены исключительно на такие вот способы ну таких не особо как бы сказать ну не 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 самые лучшие варианты вот эти вот серые продвижения все остальное мне кажется это неправильно я также не считаю правильно кто затачивать исключительно там набрать немножко отзыв на пи пи си или на еще на что-то надо иметь комплекс действий иметь запасные варианты а б ц д там и так далее и понимать очень важно а сколько реально надо денег потратить на раздача например а сколько реально там какие товары просто очень часто к нам приходят уже люди те которые уже приняли решение уже привезли товар уже что-то у них есть то есть с ними просто работать тяжелее у меня есть такой товар человек зашел в нишу очень конкурентно очень конкурентно значит нам надо очень много бюджет большой бюджета уже нет плюс товарные остатки небольшие товар дорогой и я и даже те остатки которые есть они еще и свыря ну то есть просто патовая ситуация то есть чтобы мне продвинуть органически то есть как это будет сделать мне надо в этой ниши ну хотя бы на 50 раздач товар дорогой еще раз повторяю и бус не факт что сработает уж конкуренция высокая а товарных осадков нет таких вот серьезных на которые можно там закладывать какие-то цифры вот и за это я никогда особо не интересуюсь то есть ему есть вариант есть это классный запасный вариант это никогда не был главным первым вариантом первый вариант это отличный лисинг отличный товар правильная цена анализ рынка то есть вот чё первое а потом уже все вот эти вот моменты так денис как делать правильный запуск товара если лисинг уже готов и товар уже в сша мирбек весь смысл такой что вот например ко мне кто бы ни приходил на старте или после старта то есть так называемая реанимация я всегда переделаю заставляя людей переделать лисинг ну просто она же отработаны из-за этого когда мне каждый человек приходит начинает рассказывать мне там уникальные ситуации там то-то 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 но это уникальность это вот 10-15 процентов все остальное это отличный лисинг отличные фото которые надо обязательно проверять и правильная цена после этого после этого что такое лисинг отличный меня я всегда говорю меня убивает просто когда писатели художники там я не знаю читатели пишут лисинги и никогда не занимается продажами вот вот это меня просто убивает из-за этого они не понимают принципе на мой взгляд они не понимают что нам надо вообще вот из-за этого я не какой-то писатель я не знаю английского особо сильно вот но я затачиваю по то что мне надо то есть я как как это самое изо всех сил там шапку назад становишься машиной также здесь смысл в том что просто надо я пишу лисинг не для людей стараюсь а именно для машины вот а машине не надо нужны фразы набор фраз вот и соответственно это то есть мой лисинг заточен не на то чтобы там типа продаваемый текст потому что мы не найти и не там не adidas и и не apple мы достаточно простой товар часто бывает вообще не очень хороший вот из-за этого мы идем путем достаточно простым наша задача в листинге не отпугнуть человек то есть вот я придерживаюсь такого не огла мне отпугнуть не испугать чтобы там не был тип ошибок каких-то непонятных вещей вот и я соответственно это и заточен ну вот мы мы это обучаем соответственно кому лень это делать кто не успевает я в любом случае всех призываю к этому надо понимать как это делается вы поймете точно что за вас никто не сделает никто все что он так искать не будет муторно вот и второй момент это вы сможете контролировать работу других людей то есть чтобы обосновать и самое главное мы к этому листингу еще прикладываем таблицу с цифрами цифры что такое это кейворды это соответственно мерчинворд это средний продаж на первой странице и это конкурентные предложения от этих цифр можно запускать все что угодно хотите вот я реально у меня человек который занимает паше вот этим продвижением который сейчас на момент не работает он сразу когда я таблицу увидел он сразу там за две минуты понял по каким ключам надо двигать человек у него не было проблем и все все в этом роде то есть мне нужны цифры вот я на цифры ориентирую заточен и лисинге мы пишем именно на цифрах вот может быть это неправильно на данный момент моего развития я именно нахожусь здесь и все из-за этого первую очередь пишу лисинг после этого достаточно все тривиально я определяю ключи это очень важно определяем цену определяем ключи по которым будем двигать я двигаю через сергея низкочастотники жирные 1 2 3 там в день закладывая 10 процентов от партии мне не важно вот у меня предыдущий товар был 500 штук я 50 штук заложил сейчас у меня 1000 штук вот этой партии это другой товар я закладываю 100 штук это только на раздачу то есть у меня товар недорогой примерно 15 долларов цена я продаю сейчас демпингую 999 то есть соответственно я 1000 долларов только вкидываю а всего товар был 3000 долларов примерно плюс-минус ну вот то есть 1000 долларов я еще сверху кидаю на маркетинг вот заказываю я еще 100 не верифайл то есть тоже 10 процентов тоже их раз кидаю один два три четыре пять день потихонечку аккуратно два на три месяца они потихонечку подливается в огонь так скажем потом чё еще и запускаю где-то через несколько дней опять же ситуация в том-то дело я не могу сказать для всех товаров ситуация индивидуальна вот и через несколько дней там когда как я запускаю первую волну уже на среднечастотник жирный ну вот волна где-то тоже там 357 там и так далее ну и после когда я эту волну запустил подтянуть первые верифай отзывы уже я начинаю полностью индексацию проверять лисинга все переделываю перестраиваю выстраиваю параллельно продолжается выкупы по низкочастотникам я их меня и когда выхожу на первую страницу и после этого достаточно просто запускай вторую волну и так далее и так долбим 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 вот предыдущий мой товар хватило 37 раздать что выйти просто в топы чтобы out of stock вылить вот и и у многих такая история многих по-разному опять же кто говорит у меня там цена товар дорогой да мне все равно дорогая у человека цена недорогая когда вы вкладываете там 20 тысяч долларов вы думали что продвижение вам будет 500 долларов шестой все то же самое абсолютно закладываете я вообще закладываю на маркетинг так и конечно это максимум это 50 процентов от себе стоимости товара себе стоимость это доставка плюс стоимость товара то есть это это из той серии когда вы в оффлайне бизнес три года окупаемость это шикарный бизнес а вы хотите с первой поставки еще деньги заработать вот так что имейте ввиду надо нормально иметь бюджет вот мне сегодня человек написал он там 100 товар везет на amazon до сих пор так возит и 20 штук хочет раздать и соответственно еще и в ноль выйти может и выйдет может и нет но просто я с такими не работаю если даже я так его продвигаю у меня другая стратегия то есть именно прощупать amazon я сделал бы по-другому то есть я привез бы 30 50 штук сделал бы там два-три отзыва не верифай там может верифай один не знаю и запустил ppc просто проверить лисин это потратишь больше денег чем как я делаю но зато меньше риск потому что вы эти деньги в любом случае саливаете на ppc вам надо будет выйти в этот самый тракт кстати забыл про ppc достаточно рано запускать можно так как сейчас я на старте сразу не верифай мне товар уже выходит у меня уже есть там десяток там вот ну какое-то количество отзывов вот небольшое но есть есть за это в принципе могу спокойно запускать автомат набирать статистику статистику тоже набирать на одно несколько месяцев по-любому вот принципе думаю достаточно и вот анализ 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 какие фразы куда перестраиваться вот набираем рук набиваем рук так сказать думаю ответил метр раскрутки ответил не работает вихрь не знаю не видел не смотрел и не было интересно честно могу сказать сто двадцать дней прошло не леонид я не знаю по деньгам то есть я сильно не слежу у меня таких проблем не было я знаю есть люди которым сразу выплачут все потом начинают тормозить перестраивать полгода вроде это нормальный срок но позвоните мне я принц и могу у многих людей поспрашивать может кто с этим сталкивался помимо суппорта я любые такие вопросы да в суппор спрашиваем амазоне работаем может быть какая-то проблема у вас с например с возвратами то есть там amazon реально эта машина у них огромное количество показателей и по этим показателям в принципе вы может просто не проходить то есть у вас например какой-то там дефект рейтом или еще что-то вот большие количества они просто страхуются шифруются там не знаю так значит саша никто не заметил что он за зон он за вам начал по-новому трекать отзывы старая опять показывает негативно или не знаю я чё даже не обращу я вообще честно вам сказать а мы вам званом пользуюсь только по трекингу позиции у меня огромное количество я треку конкурента в себя куча вот этих товаров своих там и так далее вот там очень большой то есть я беру вообще весь серфер то есть вот начал у меня как вы происходит я подготовил листинг полностью весь серфер по фразам я забиваю вам было как многие говорят а как ты определишь по каким-то продвиника иду широким фронтом потому что заливать трафик на один низкочастотник сейчас очень часто продвигается вообще другие из-за этого когда я спланировал одни ключи а потом перестраиваюсь на другие вот антон потерял 30 тысяч долларов да это нормально мы не потеряли мы купили знания кто-то курсы купил 5 за 5 тысяч долларов мы знания купили просто как мы их использовать будем я вот их у давно уже отбил на то есть использую там своим образом кто-то по-другому использует ну вот и я не могу сказать что негативный опыт намного лучше позитивно все должно быть так скажем балансе потому что если будет много позитивного за можно расслабиться если будет негативный отзыв то есть можно быть себе неуверенным ну и так далее шопифайт тем интересным а дсмм знаете как я согласен рубик у меня есть вот человек мы сейчас пока общаемся может быть мы как раз свой там не знаю пакет обучения или еще что-то дабы добавим шопифай но там действительно помимо технических моментов как все это организовать я думаю большого манина вот вопрос эффективно продавать нагонять трафик внешний потому что это следующая стадия сегодня мне был тоже интересный разговор с людьми которые занимаются поддержкой кстати напишите кому интересно у кого большая количество писем кому надо вот постоянно вот эти вот отвечать на письма работает с негативными отзывами ну короче вот эти все моменты у меня сейчас появился шаг мы сейчас пока тоже общаемся вот вполне возможно скоро проведу лайф поэтому по этой теме но это больше для именно крупных то есть у кого хороший оборот у кого-то очень даже не то что обороты но обороты понятное дело надо за все платить надо зарабатывать для этого а именно у кого очень большое количество писем и там с негативом надо работать то есть люди американцы то есть этим занимаются частный момент мы как бы переговоры идем мне кажется нужная услуга единственное может быть она еще не будет так сильно востребован потому что мы просто не готовы к этому может быть разные ситуации просто не сложно сказать по smm тоже ищу человека но с удовольствием взял бы в команду то есть этим заниматься потому что объем работы большой людей достаточно работы есть вот но опять кому что нравится кому что нравится давайте общаться потому что у нас равно в основном опыт именно на русскоязычных площадках там же google этом инстаграме вот что с фейсбуком делать я не знаю очень многие люди ко мне вот я написал даже объявление о том что smm вот они сказали просто огромное количество денег слили статистику не набрали какую-то но не получилось ничего интересного какая причина да я просто ничего не знал наверное какая причина александр первого моего товара именно в этом я стартовал может быть в себе был самоуверен может моя уверенность переросла в самоуверенность вот реально я так же смотрел как и многие бесплатно вот эти все там вещи потом смотрел платные я могу честно сказать мне бы это не помогло многим помогает мне не помогло бы я наверное бестолковый ну вот раз все по-разному информацию усваивают я усваиваю по-своему сейчас многие я вижу и со мной когда общаюсь в артнуты же вот так сделаем и также хотим там я многим говорю просто и вот сейчас мне очень легко соответственно с людьми разговаривать который делает все то то же самое что я я иногда у них подготовка кем они до этого были то есть какие у них знания есть и так далее но я просто могу им сказать и вот кто смотрит увидит это я это делал потому что я не нашел формата я честно могу сказать с одним человеком я переписывался и я в интернете не доверяю честно могу сказать вот и я написал человеку если бы он со мной бы на связь вышел я бы с ним и начал работать точно многие его знают но неважно все времена принципе общаться было не с кем а уж тем более вот такие вот вопросы задать или еще что-то тем более да и сейчас этого принципе нет нигде вот и не было просто то есть я переписывался мне например на старте прям сразу на 100 долларов попал просто баркод и пескод наклеил место фснк то есть я вашего все что можно было вляпать я вляпал ну вот я не знаю как раздавать я не знал как там вот все эти моменты делать поначалу я очень нервничал очень спешил это вот большая проблема то что сейчас я вижу что многие товары раскручиваются не за месяц и не за два а прям реально посмотрите бестселлеры если не лень и забейте в кипы и посмотрите за какой период времени они вышли в эти бестселлер очень многие по полгода то есть ну вообще в них в нигде были и потом потихоньку потихоньку и кто-то резко переходил на реально хороший продаж так что я очень спешил я не понимал что пи пи си не надо меня там каждые два дня то есть я не понимал вот эти вот так скажем табу постулата я не знаю как это назвать но в любом случае я не мог понять как мне сколько мне времени надо на все моменты сейчас как ты знаешь как должны вот и ориентируешься по бюджетам тоже постепенно это выкладывается то есть когда люди спрашивают сложно сказать вот сейчас у меня вот это определенность то есть там 10 процентов на раздачу 10 не верифай 50 примерно бюджет это я говорю до цифра желательно до этого то есть можно и за 30 процентов от бюджета вывести в нормально то есть надо в любом случае это все ручное управление из-за этого никакое видео наставление не поможет в одно будет она ситуация другого другая у меня много учеников разных у разных всех ситуациях есть люди которые четыре дня не было ничего на пятый день продажи человек цену поднимает мне опять продаж нет я говорю возвращается на 5 возвращая через четыре дня с ним созваниваюсь он говорит у меня автосток я уже новый товар ищу потому что товар будет два месяца вот то есть но ситуация разная а почему так произошло потому что просто пробился какой-то высокочастотник и товар он вышел там за несколько дней на сто там с лишним продаж и у него там была тысяча товаров и вот он там за неделю продался ну вот такая ситуация у всех по-разному вот но чтобы это было должен быть первый товар хороший ниша хорошая все правильно прочитано хорошей листинг и все 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 вот так вот когда все хорошо вот она каждый дает по чуть-чуть так дальше на думал про провал рассказал просто очень мало узнал сейчас любому человеку советую найти себе консультант не обязательно нас находите кого он нравится по деньгам может быть может быть по личным взаимоотношениям там национальным там я не знаю кому как лично делка вот единственное советую еще очень важно не клюйте на всякую херню которые там пишут под ключ там с гарантиями так далее вот и но это бред во первых ни одного бизнеса такого не существует если бы я знал на сто процентов все я просто все бы продал и туда вложил вот но могу сказать что это надел постепенно сразу нельзя ну потому что просто глаз замыливается теряешь эффективность и все остальное вот и кто вот это все гарантировать ну пускай они возьмут в банке кредит да сами подключить себе сделают заработок здесь действительно хорошим и вот с первого товара на который раздали 37 раздач мы заработали 200 процентов с первой поставки 200 процентов работать ну и что но это один но это один товар не факт что следующий товар атак прокатить так скажем или сейчас в аутсток ультиле у нас все технично выйдет ну вот не факт вот ну естественно надеемся работаем то есть в этом отношении но просто в любом случае очень больших процентов лотерея есть так что такая всегда из-за этого ищите себе человек который вас за руку проведет поможет вот этих дурацких ошибок не сделать я могу точно сказать по деньгам вы точно потерять даже элементарно какие-то там программы покупать там может быть не надо вот там лисинг научить писать сами ну то есть принципе скорее сэкономить и чем потерять так дальше а дмитрий спрашиваю денис у меня amazon отправил мой товар со склада без упаковки я в шоке что он подскажет таком случае товара я не понимаю то есть с их бей товар ушел без упаковки ваш не знаю у нас недавно была ситуация нам написали на фидбэк на соответственно нас как продавцов что мы не доставили товар или долго не доставили написали amazon деньги ну в смысле фидбэк убрали в вашей ситуации как бы проблема amazon они должны любой отзыв фидбэк убрать на товар ли на на этот как его звать на продавца единственное они могут пойти какой-то проверкой комиссии проверьте ваш товар может у вас весь без упаковки у нас такая есть ситуация так дима я тоже смогу бесплатно ресурсы на основе этого стартовал но также различные платные обучение проходил и скажу что на основе открытых источек можно успешно стартануть да можно конечно никто не спорит просто я себе выставил одни цели то есть у меня была одна там ситуация у кого-то другая очень многие просто вар попали или не попали я в товар не попал видимо сам собой не стал продаваться но я все что делал все к лучшему мне за не пришлось землю рыть пришлось фейсбуке разбираться которыми они был даже зарегистрирование когда вот учиться искать с людьми общаться чем я не особо люблю делать вот то есть не так приятно знаете когда я помню когда мы начинали в группах там просто ко всем обращаться писать вопрос тебе никто не отвечает тебя никто не знает вот и обращаться тебя все там игнорирует один из десяти ответит это не так хорошо но когда приперлый вариантов нет и мы соответственно этим занимаемся софт который точно нужен но во первых таблицы инструментов там есть весь софт вот из этого софта уже надо выбирать кому что нравится потому что я же не знаю вы хотите платно покупать хотите самый качественный софт вот то есть в этой таблице инструментов я собрал все что наработал в принципе я это набрал еще наверное где-то в том году за первые три-четыре месяца то есть я сделал базу жирных ниш для чего для себя для того чтобы конечно на мазоне продается сейчас я ее даю ученикам чтобы они не мучились не тратили время по мазоне не лазили не тратили месяц там на какие-то там наборы ключей там ну товаров а у них 800 про человек зашел и за день там за два за три может пройти по амазону и увидеть что реально не продается из них товаров 5-10 к любому вы себе найдете а все что вы находит эти 50 товаров ушу я не знаю на 90 процентов что они будут там ну кроме трендовых товаров которые например не успел зацепить больше дня проходит большое количество людей мы продвижением занимает всем остальным и мы также мониторим и смотрим как это все происходит вот то есть по софту посмотрите раздел программы тут там много принципе полезной информации для работы на мазон для старта достаточно но свободном например свободном доступе в интернете я не знаю что но я считаю мои видео то есть кого я приглашаю они полезны какие еще полезные видео наверное еще есть я просто не мониторим не сложно сказать но основная масса они бесполезны так по крайней мере почему например перестал мониторить интернет потому что я ничего не могу найти такого действительно ну реально сухую там инфу реально сухие полезные действия какие-то то есть вещи вот из-за этого я считаю очень много мусорной информации и не каждый человек может ее обработать естественно люди все разные подготовка разная вот из-за этого я только рад что у вас все получилось именно с внешнего софта ну то есть не с внешнего трафика с внешнего контента ну вот у нас вот например мы занимаемся консультациям у нас практически нет такого заточенность на контент контент устаревает его сегодня записал завтра устарел мы продвижением занимались у нас среду все двигалось а в четверг перестал двигаться и вот я взял взял паузу до понедельника то есть если понедельник до понедельника ничего не изменится естественно я просто верну всем деньги все вот человек занимается что будет новое скажу работала все месяц примерно мы все тестили свои там товары так далее все продвигалась запустили не прошло недели как все прекратилось то есть как он не сказал amazon самообучающая машина которая не позволяет нам так сильно расслабляться но это уже ситуация повторяется много разу в этом году уже вот из-за этого человек в принципе говорит что все наладится должно наладиться по крайней мере но тут уже сложно мне сказать опять не придется это все проверяется опять прогонять только потом мы будем все запускать да если папа софту это нужен поисковик типа пока вопросов нет просто наверно скажу что я чем пользуюсь то у меня здесь программы какие например я ищу товар но есть и бэйская программа вот мы давно на и бы как бы не обращаясь и не пользуюсь то есть у меня есть типа этого какого смешера ну короче on the scope кого джангл скал кому что нравится мне скопа вполне устраивает вот я на нем вот я на нем к сожалению не зарабатываю рефералку мне не дали вот ну просто им пользуюсь и пользуюсь мне нравится работать по одной программе мне на мне удобно с ними списаться какие-то проблемы решить но к сожалению они не всегда решаются программа не идеальная но рабочая вполне и недорогая вот скопом я поиск делаю потом не ездить сам за калькулятор есть кипа ну есть этот как вызвать ну крик view типа него есть куча программ не обязательно им пользоваться чтобы экспресс-анализ делать по бас или рангом то есть когда видно какие цифры болтаются чтобы не открывать каждый товар я его периодически включая то есть вот из расширения у меня больше ничего нет ну хелем можно еще засунуть хелем я в основном пользуюсь для лисинга то есть убирая повторяющие позиции то есть ну вот таком контексте но мне его даже здесь нет здесь вот я смотрю у меня естественно есть google тренд естественно у меня есть там за one merchant word чуть-чуть совсем я пользуюсь sonara и scientific канва обязательно все вроде больше ничего но amazon алибаба естественно вот есть там некоторые программки там дополнительно еще тут вот есть такая программа к в индекс чекер которая индексацию проверяет но такая специфическая че еще есть что-то еще есть еще есть run out of stock ну и этим программ практически они пользуются за это я про них ничего не говорю все дополнительно нет я курсу нигде не проходил заплатил собственной крови ну я я бы не советовал да когда валентин идет ситуация с amazon конкурировать не очень хорошо конечно да бывает ситуация когда есть бренд амазоновский вот есть когда просто вот это вот amazon там sold by amazon это какая-нибудь канцелярия так понимаю наверно там там чаще всего такая ситуация вот но не знаю я я в такие товары стараюсь не лезть есть негативный опыт как раз мой первый товар был связанный там был бренд amazon он всегда номер один он всегда в топах то есть но через нее перепрыгнуть очень сложно он всегда души по цене очень много-много негатива которые мне не интересен товары достаточные других туда я не лезу когда мне вот очень часто здесь люди насмотрели всякого кино вот и я не пойму почему именно вот эти курсы дурно было проходить михаил и вообще почему должны обязательно курсы проходить вот нет нет такого как искать ну я вообще не вижу смысла это честно могу сказать вот ладно не буду об этом говорить уходить в сторону этих всех курсов неблагодарное занятие кому что нравится мне не интересно вот по поводу по поводу конкретно товаров 8 из 10 амазоновских там есть свои сложности вот потому что у вас будут проблемы с этим вот будет просто сложнее чем в обычной ситуации но опять надо считать для меня очень важно в первую очередь маржинальность если я вижу маржинальность хорошая тогда это интересно вот но если нет ее а чаще всего вот в этой ситуации и нет тогда не очень интерес выбор товара это больше по наитию то есть нельзя так вот ну реально сложно сказать да маленький товар там какие то моменты вот но маржа в первую очередь маржа большой маленький товар там это уже другая история вот но еще вот я гораздо очень многие насмотрели кино мультиков и всего вот это в интернете и воспринимает это всерьез я не выясняюсь всерьез но вот например там надо торговать товаром в 20-30 там 40 долларов там кто-то сказал ну во первых кто-то мне как бы не показатель вот ну сказал и сказал я много чего тоже говорю и есть другие люди которые другие вещи говорят вот для меня важно не за сколько я буду продавать если я покупаю товар за 1 цент и продаю его за 9.99 и фи плачу там 4 цента ой 4 доллара вот и зарабатывать я буду с вложенных денег там получается 9.99 9 минус цен 98 минус 4 5 98 ну посчитайте сколько процентов я буду заработать от ложных денег да замечательно я только такие товары бы и вкладывал камера нет почему я буду продавать на сколько я буду зарабатывать а есть люди которые покупают товар по 15 про по 25 25 еще платить и то фи 7 процентов или 8 а потом говорят ну понимаешь мы ресерс делали тогда товар был 35 вот но не смотрели на тренды не смотря то есть это была ошибка ну вот вот и все так антон amazon гонит трафик на свои товары показываю так показатель его продаж не показатель для такого же вашего товара которая тратка нет моя ошибка я ориентировался на продаже товара маза все правильно абсолютно правильно есть люди которые утверждают обратно но в этом всегда в кармане правились исключения из-за этого опять же не надо на это ориентироваться так валентин как оценить ситуацию открывай первую страницу вам за скауте показывает товары 20 продавцов товар плюс минус у всех одинаковое но на разброса по четырех разным категориям то есть например кто-то в одной категории бср 200 с этим товаром кто-то другой категории бср 300 таких блин такой вопрос и на что-то уж вроде формат лай лайт уже сам просто мникнуть надо я не понимаю я так понимаю что в разных категориях то есть у нас там какие-то подкатегория на не категория или прям вообще категория то есть там спорт он кит он и так далее я то есть не понимаю есть ситуации я знаю мне рассказывали как раз категория понял есть ситуации но во первых у нас есть закрытой категории мы соответственно прыгаем мы не могли категория открыть когда открыли категория надо этого мы не могли котироваться вообще вот в этой категории то есть нас там несколько ключей были на первых страницах и все когда мы открыли категории перешли бьюти в то же самое и просто товар стартанул и оказался бьюти там на всех категориях там чуть ли не допадим есть ситуация у человека другая он вроде все сделал правильно замок ситуации по подкатегориям все сделал правильно все нормально продвигали он был топ-1 ну на первой странице пускай по на первой странице был по под как это сказать не world department а именно с вами депо категория не мог никак all department вообще проявить он что сделан просто обратил внимание что у всех у всех на пену многих на первой странице были другие подкатегории причем она одна из подкатегории было из другой категории совершенно он когда сделал замену изменил и он появился в world department это я узнаю ну вот из-за этого то сложно сказать мне я вообще на внимание врача категории какая разница какая вот надо смотреть просто автомобили закрытая категория тулс открыты то есть вполне возможно что многие именно продают этот товар его именно из-за того в разных категориях из-за того что просто не категория открыта так в итоге когда поймать надо продолжение вопросов так сейчас вот закончу михаил как найти форвардера при посылке от поставщика до склада можно если посылаем экспресс шиппинг я не знаю это больше форвардерам надо обращаться и по средникам китай я как бы моя тематика это выбор товар и продвижения здесь в основном надо конечно посредник наискать надо доверенно лицо в китае нет который может это китайский завод переговоры провести или просто нормальных посредников которые вы им платите там за консолидацию за проверку за то что они ищут вам форвардера и так далее вот они все все навстречу пойдут ну если люди адекватные в адекватные они адекватны то есть мы с удовольствием друг другу помогаем как вот у нас например там ну человек закончил с нами работать но это не значит а мы там его бросили там и с ним не общаемся не знаю хоть кто-нибудь напишите что я кому-то отказал то вот в этом отношении то есть все мы просто меру должна быть здесь а по доставке что там творится в китае здесь форвардерами это не моя прерогатива я в основном отдаю на аутсорс так скажем то есть у меня есть человек который в китае мне помогает вот он эти проблемы решает но все равно человек работает занят не всегда получается из-за этого есть шероховатость это конкретно по форму я вообще предпочитаю в идеале это работать с производителем чтобы он на себя брал все эти риски я с ним договорился от двери до двери если мне не привез я с него спрашиваю и призываю всех особенно кто на старте кто не него не владеет там морем информации ресурсов и так далее так работать вот это лучше переплатить немножко не а сейчас как раз один из учеников мучиться потому что там что-то какая проблема с форвардером неправильно документ по-моему оформили и сейчас ему приходится там лишний день платить он сэкономил на другом как бы ну вот в конечном итоге да я уверен что будет дороже а когда производитель за все отвечает мы хотя бы ему предъявить можем так вот антон он рассказывает про вот эту историю с амзо амазонским товаром в итоге когда мои продажи подросли amazon бренд подал на меня претензия правообладателя и в итоге товар озабочен да я говорю они работают нечестно вообще вот честно могу сказать что это вот американцы с отзывами много историй забавных и комичных есть даже там у меня вот но и все такие правильные все такие честные но четко как-то конкуренция вообще нечестно но вообще нечестно я не вижу ничего честно ничего благородного ничего такого не вижу вот из-за этого сложно сказать вот особенно кого-то эти комментарии глупые когда там вот там минус карме там какая-то этого бредятина вот идет я не знаю надо быть готовым к всему проблемы есть amazon работает нечестно для меня правил амазона не существует вот надо приспосабливаться до но такого чтобы найти фундаментально заложили все то же самое с бренд регистре было так стало так ну да хоть они нет не отменили вас бренд регистре там что-то еще там разные моменты всякие происходят но по поводу например тех же отзывов сам с купонами которые вот люди до сих пор вызов купона путь я не знаю как у меня их все забрали например то есть меня был на старом товаре больше 200 отзывов купона мне просто их за там один два раза сняли январе феврале и все ну как это 200 200 отзывов там раздача то в любом случае минимум 10 долларов себестоимости amazon дореста вновь 10 долларов и 2000 долларов просто amazon 1 решила что я не что-то не так сделал хотя на самом деле я поставил правилам сидел правильно так что приспосабливаемся живем дальше нет tools как раз валентин я не согласен автомобилей tools это как раз подходящий потому что усит как раз устройство оборудование так далее очень много товаров схожи так дальше анатолий вы смотрели мои видео по динамической ссылке какой вариант интересный или не будет работе такая раскрутка ссылка меняет кик еще динамическая ссылка вам вам качественно работает в плане раскрутки она качественно вам за вам вроде все нормально stormfront нормально ваши изменения quick вот это вот честно я не программист я не заменять его не менять кто-то одно говорит кто-то другой говорит я стараюсь вот честно могу сказать все выкупы делать по заданию сейчас мой товар не индексируется и люди делают по stormfront значит как только он появится там я не на там пятой странице пускай 2000 мне вот мы отзывами занимаемся есть кто ревьюер они говорят нам лень искать мы там типа не пользуемся вот этим лучше дайте нам stormfront не давать нам задание потому что мы просто будем забивать там бренд заходить и покупать тяп-ляп если такие люди ну что делать я не могу заставить в принципе stormfront можно работать вот можно работать там за ваном вам за ваном платный если есть бесплатные сервисы можно ими пользоваться но это на свой страх и риск то насколько грамотный и в этом хорошо разбирается на на это ориентироваться я в этом не разбираюсь раздавали а мы званом программисты мне сказали все отлично там издал но amazon тоже работает и со временем может быть тоже там что-то изменять так значит женя спрашивает если смысл все разтерм после наведения 10 как мне объясняли грамотные чуваки опять же а 10 не существует это кто-то придумал опять есть фирма а 9 который пишет как раз алгоритмы поисковой в том числе для amazon так что алгоритма 10 не существует ну вот опять не могу утверждать точно но мне как бы вот специалисты по этому поводу именно так говорят кто говорит о 10 это неграмотно как ну я не знаю сколько не экспериментируй с ключевиками не заметил измене поисковой выдачи но я не согласен я не знаю тут очень сложно сказать да есть много моментов и у нас там всякий момент есть но вот пример например во первых в разных категориях раздельное количество все штермах у меня есть людей у которых тупо 150 и все на все на все на все 5 строчек то есть человек больше забивает у нее не индексируется у кого-то на одну строчку 150 вот у нас вот пока не было ограничений я не обращал на это внимание может быть просто удаляем гнилые фразы вот и все если есть еще другой пример по поводу того что вот это нельзя например опять же вот эти вот обучение все-таки момент много же там просто реально неправильно ну просто вообще кардинально неправильно вот из-за этого я и очень плохо этому отношусь и получается например когда у нас не индексируется серстерам понятно колбаски вот эти строчки мы их проверяем выкидываем не индексирующие слова и начинаешь индексировать когда у нас не индексируется буллеты тайтл мы опять же корректируем чаще всего будет и просто над короче делать и все убирать все ненужные символы что такое серстерам если мы удаляем что-то из серстерма и нам эти ключи нужны надо экспериментировать с литингом уже то есть тайтл буллетами description начинаем description прописывать потом буллеты потом в тайтл вот и как правило часто бываешь индексируется но бывает робот не может понять вот у нас товар и с музыкой и с охотой из там я не знаю с работой и он нам некоторые ключи и с плаванием совмещается и он на некоторые ключи просто рубит и мы даже прописывая в тайтлах он не индексирует но в любом случае можно работать и очень многое ключей можно проиндексировать и обратно вернуть серстерам дальше вот я прорабатываю серстерам то есть это вообще я считаю это основное все остальное не основное то есть для меня 70 процентов работы все с листингом это серстерам вот насколько мы качественно проработаем настолько проще нам будет проиндексироваться в будущем amazon показать кто мы такие и меньше скачей со же пипец эти ключи так валентин насколько при риге привесече важно обращать внимание на показатели коспы ревью кпр многие говорят о том что это дико важный показатель и он должен быть более 100 процентов я вообще не знаю чем мы говорим что такое коспы ревью я это самое объясните по простому может быть тогда пойму соотношение что это такое там если соотношение продаж к отзывам или что это я не понимаю просто слишком слишком мудро для меня извините как пристешься при сложность дорогоизна продвижения товара и если какие-то признаки ну конечно продвижение это про очень простая математика возьмите по главным ключам посмотрите на первой странице какие продажи средние посмотрите стоимость себестоимость товара вот и конкурент ну конкуренция то есть средний продаж стоимость товара это непосредственно сколько штук вам надо будет вкладывать денег ну вот и все то есть мы можно все прочитать но я уже говорил я партию закладываем на первой партии это 50 процентов вот от стоимости 3000 я вложил полторы я заложил еще на бюджет на продвижение ну да понятно средний оборот средний количество но я говорю кер пиар там там кто как называет кому как нравится я я вообще на это внимание сильно не обращаю просто я когда выбираю товар именно по вот этой выборке первый смотрю на средней продажи потом смотрю на средний ценник ну не то что средний ценник там сверху написано именно просто просматриваю нишу обращаю внимание косвенно и на категории и на все эти моменты и обязательно обращаю внимание много ли или мало отзывов у продавцов на первой странице в амзоскопе там зелененьким обозначается это там всякие такие вот моменты ну да как косвенный показатель один из десяти он однозначно важен но это не значит что там самый важный там не самый важный но для кого-то он самый важный я в своей выборке его использую то есть мне важно сколько я просто смотрю если мало отзыва значит ниша молодая если ниша молодая значит скорее всего будет маржа то есть у меня главные показатели в конечном итоге это сколько на оценку если на оценка при демпинге больше ста процентов например там триста четыреста это явно какой трендовый товар но для этого еще есть google тренд бывает google тренд забиваешь товары меня достаточно много таких товаров было но он просто ничего не показывает мир чем ворк ничего не показывает просто они еще даже трендовый товар этот не знает ну вот она уже видимо вот и все и получается такая ситуация что как раз один из показателей там будет низкое количество отзывов то есть будут бешеные продажи как обычно но все эти программы показывают 100 продаж день там ты 3000 продаж месяц например конкретно количество будет маленькая бывает единицы штуки десятки плюс опять же я также обращаю внимание на пи пи си когда новый продавец например находится на первой странице и спонсора имеет продажи значит у меня есть шанс выйти по пи пи си иметь продаж а если на первой странице спонсоров висят новички и нет продаж но и у них все хорошо вроде по лисингу и по цене и они не продаются но это меня напрягает тоже то есть факторов много нельзя сказать меня мне не нравится когда первая страница показывает меньше одной продажи 1 2 3 там 4 и так далее это значит или товар какой-то гнилой ну как может быть на первой странице быть товара без продаж вот или неправильный запрос что более часто надеюсь ответил так что вот два имеет большое значение вот например у нас когда мы вышли в трафик на первую страницу например на этом на вторую на третью тем есть вообще вот там первую очередь обращать внимание на на мой взгляд на фотографии однозначно вот во вторую очередь обращать внимание на количество соотношения отзывов к ну то есть качество отзывов то есть там четыре с половиной звезды 5 звезды там я не знаю на три звезды к количеству кому-то важно количество кому-то важно качество звезд вот вопрос покупателя обжегся не обжегся на этих отзывах и так далее вот то есть это все косвенный показатель или как например многие новички огромное количество не понимает вообще цель искусственных этих выкупов мы раньше купонам раздавали я вот на это не концентрировался опять же вот мой один из недостатков что я очень много денег слил просто на это получается так что для меня лично вот эти искусственные выкупы органические это первую очередь продвижение это не звезды и и в конечном итоге я уверен что все придет к тому что гайки так закрутятся что просто наши повторяющиеся постоянно ревьюеры которых там 200 человек не больше или 300 они будут просто забанены рано или поздно все и мы сможем просто только делать выкупы не верифай будет для звездочек пока эту лавочку не закрыли выкупы будет вообще просто ради выкупов до сих пор мне некоторые обращаются товар может назад вернуть это просто ну что тут сказать можно вернуть того особенно если он стоит там 15 долларов себе стоимость и 5 туда-сюда его возить там за доставку платить и возвращать товар на склад просто это не надо жадность или еще что то то есть вообще не людей нет понимания как работают ревью и и вот они все же не сидят мечтает как бы ваш товар там на какой-нибудь десятые bluetooth наушники бестолковые вот купить которым красная цена там 10 долларов на алиэкспрессе а мы тут по 30 их продаем и думаем такой у нас крутой товар а но это на самом деле реально крутой товар основная масса это долларовый товар доллара ну вот и кому не нужны никому вот из-за этого не не думайте что ревьюеры так ждут и жаждут получить там какую-нибудь там я не знаю щетку для бутылки или расчет какой-нибудь уточнить пораж такой лидер мнений я не знаю что это если бестселлера вы имеете видно или что пожалуйста борис уточнить так валенсии на что долях нужно распределить бюджет на маркетинг у меня пятьдесят процентов это 1500 долларов если это конечно неплатная информация так еще раз на что доме на свой бюджет на ну 1500 долларов а ну тут понимаете надо опять же у меня у меня основное это сейчас говорю первое бюджетные деньги уходят на выкупы товара но выкуп товара на дам сайт лайк правильно лисин хорошие фотографии без этого ничего работать не будет комплекс если у вас все это есть и вы считаете что у вас все круто вы знаете ключи по которым например вы че замзе ван или какой-то другой трекер про долбили у вас есть понимание через какие ключи вы хотите делать выкупы вы делаете выкупы и смотрите ждет через какое-то время вы запускаете волны вы запускаете пи 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 запуская прям на 2 копейки реально там мне amazon советую там 90 центов сделать я ставлю 70 вот оставляю автомат и набираю статистику ну есть продажи до небольшие там вот чем круче товар тем лучше продажа тем лучше у нас фотографии цена и все остальное тем повышается к т.р. то есть а кос хороший начинается с к т.р. к т.р. это соотношение показов кликом чтобы на наш товар кликнула вот чем лучше тем наша вот эта ставка постепенно уменьшается кто-то любит от и те от высоких дорогих ставок я не знаю может быть жадно я не понимаю это вообще не понимаю вот наверное что-то я не знаю вот я иду от меню мне это вполне устраивает я получаю доход сразу из-за этого не это не интересно так еще вроде в эфире проверка связи все норм вот так что вот такая вот история борис я вас жду по вопросу по лидерам мнения не знаю что это такое уточните порог почему я всегда грустный я не знаю усталый скорее чем грустный запускать волны можно раздачу делать равномерно и можно их делать ну например три пять семь пятнадцать по фибоначчи у кого какой бюджет я я люблю с людьми общаться в живую из-за этого наверное я и грустный что не могу ни с кем поговорить а вот это вот писание на читаю может быть может быть силы экономии не знаю даже так 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 Женя опять вопрос по серферу помогите понять в чем суть спросил у лидера висит в топе аспарс у лидера висит в топе свой своей категории поля серферам через сервис так понятно и у него в каждой из пяти срок серферам буквально по одной фразе и вообще одному слову зачем тогда я вам об этом и говорю это не только один я вам говорю вот из того что я проверял на данный момент 70 процентов это вообще одна две фразы в строчку просто такая тенденция идет и это первый момент второй момент не забывайте не надо себя сравнивать с лидерами лидеры уже там их оттуда выбить вот они продаются по 100 штук в день сами прикиньте как их выбить вот и все есть и насколько я слышал в китае специальные компании которые занимаются тем чтобы вот этим именно и заниматься писать различные кляузы подделывать документы на патенты на торговые марки чтобы хотя бы на день на два прекратить продажи вот так что наверное вот такой вот бизнес вот такой нечестный из-за этого это обычно то 50 400 слов да мы так делаем но понимаете еще опять же очень многие лидеры вот приезжает люди какие-то там какие-то там вебинар ведут и все остальное с ним начинаешь разговаривать кто ты что ты вообще откуда ты вот и мы на разных языках разговариваем там стартанул тупо три года назад ничего не зная у него товар зацепился охеренная маржа и все такое в этом роде вот а у нас здесь жесткая конкуренция и он там бессиллер к виситами надо пять лет и отлично продается еще и демпингует не дай бог еще там всякие там моменты ему вообще наплевать уже амазон его и так держит у него там всякие коэффициенты всякие уровни там подводные камни которые мы не знаем которые скрыты от нас и амазон их соответственно за это держит так что не обращайте внимание но вот реально очень большой процент больше пятидесяти процентов у меня было семьдесят процентов где прям одна две три фразы и все я многим показывают кстати да умиротворенная точно не наконец дня рабочего просто и как-то это но в любом случае мне больше энергии энергии вы дает когда я с людьми общаюсь напрямую чем когда вот именно таким образом на и так борис денис смотрите если у которого много фолловеров в инстаграме ютубе и твиттере и обычно у них какая подкатегория красота товара для дома и т.д. платили ли вы кому-либо за пост или понятно короче работа с блогерами внешним трафиком я первым могу сказать самый основной внешний трафик естественно на данный момент наверное многие говорят о фейсбуке фейсбук гугл кто дешевле кто эффективнее не могу сказать фейсбук можно наладить вообще там супер-пупер точно мы многие видели видос как там нам лечили эти как их звать царапках вот этих вот для кошек как вот он положил утром проснулся там я могу сказать пытались это сделать и специалисты я не знаю какой он там специалист это товарищ который все рассказывал ну не могу сказать вот но я знаю точно здесь люди которые этим занимались очень достаточно долго фейсбуком дипломированный специалист ничего не получилось вообще ничего и делали разные варианты делали и направлен на категории на все остальное вот целевые группы короче закладывали все ничего не получилось делали даже предзаказ на партию с большими скидками ничего не получилось почему не получилось ну вполне возможно что это делалось пять лет назад просто и не было такой конкуренции вот и все и не было такого количества там всяких вот этих вот ухищрений может быть из-за этого это все дело и видео просто тупо старое то есть раньше это работало сейчас не работает может вообще алгоритм поменялся я затрудняюсь сказать по поводу блогеров у меня есть только один контакт блогера по детским товарам я в ютюбе у него канал у него несколько каналов и в том числе англоязычный но в первую очередь на Европу в первую очередь это Франция у него есть второй блогер вообще топовый блогер во Франции у того полтора миллиона подписчиков у этого там что то я не помню всего на канал там тысяч пятьсот что тоже не слабо в детской категории и так далее он предлагал человек как бы давно мы с ним не общались но в любом случае думаю на связи пробовали пытались человек практически там никаких денег не хотел ему надо было просто потестить посмотреть ко мне несколько человек обращались во первых он находится в Бельгии там амазона нет туда-сюда короче много всяких моментов не получилось ну по крайней мере я не слышал что получилось если кому то интересно в принципе можно поискать человека вот он специалист в ютюбе по крайней мере у него есть вот товарищ но это в первую очередь кому интересна Европа формат значит у этого человека это пятьсот тысяч это детский канал у того который полтора миллиона в принципе наподобие канал типа там Дневник Хача то есть там можно рекламировать вообще все подряд абсолютно ну такая вот история положительно никакого вообще вот у меня ни одного еще человека нет с положительным опытом работая через внешний трафик только слышал через даже вот собственные сайты это дешевле вордпресс подвизает все сделает там ничего сложного нет вот платежной системы там много всяких моментов но тот же Shopify и аналоги вот этой от таких площадок я слышал что есть результаты и люди работают мы как бы в этом направлении двигаемся потому что второй шаг второй шаг у Амазона мне кажется это именно на собственный сайт из-за этого я лендинги не делал мне они пока не интересны я не знаю что потом будет что я выберу конструктор сайт платный или действительно буду классный сайт делать для группы товаров потому что нужна прям реальная группа товаров тематическая нет смысла ну если какой то не уникальный товар конечно а так нет смысла ради каких там нескольких товаров делать сайт думаю ответил ну по крайней мере что знаем Макс спрашивает Денис подскажите по искусственным выкупам на старте предположим я готов продать 50 штук какая лучше так как лучше продавать по одному ключу или по нескольким что делать в начале нагнать мне рефай отзывы потом выкупим или проверим короче я уже в принципе это в начале говорил наверное подтянулись позже скажу очень быстро я раздаю опять же должно быть все должно быть отлично лисинг фото цена очень вкусное предложение должно быть потом гоним выбрали низкочастотники я раздаю равномерно вот я заложил например там у меня есть бюджет 100 штук я 30 штук отдал он меня вот выкупает потихоньку по ключам я вижу он выходит от ключ на первую страницу я его меняю на другой вот опять же по технологии то есть выбираю из того что мне нравится это я из-за этого говорю что ручное управление даже что я запланировал бывает не индексируется а какие то другие ключи вот второй второй это у нас волну волну запускай когда появляется как правило первое верифай отзывы от соответственно первого равномерного продвижения а не верифай запуская до того как товар даже сортанул то есть у меня с первых продаж уже имеет отзыв не много ну например из десяток не больше и я заказываю те же 50 не верифай и раскидываю там каждый день например там по одной по две по три штуки ну в разнобой то есть говорю до пяти штук одну ноль пять два три в разнобой думаю все понятно я думаю что внешний тратик работает мы с ним не умеем работать дайте мне человека которого получилось хотя бы пообщаться я вот сколько пишу на раньше как-то больше таких шопифай это именно замена собственного сайта на платную платформу типа конструктора туда подвязаны многие вещи например ну туда лезут больше на шопифай как я вижу это больше дропшипперы и онлайн арбитражники онлайн арбитраж потому что там есть много плагинов которые автоматизируют все эти действия рутинные добавление лисингов там и все остальное я не специалист и за это я только этим вот интересуюсь у меня есть человек который как бы добивается каких-то результатов там и мы вот планируем наверное усилить наш курс по обучению именно вот внешним трафиком таким вот и за это у меня некоторые люди просят давайте делаем лендинги я говорю давайте подождем посмотрим то что нам что лендинги мы их делали для чего для бренд регистра это сейчас не нужно для того чтобы запустить внешний трафик не получается ну нет специалистов дайте специалисты будем пробовать люди есть заказы есть ну будут в любом случае естественно сразу много не будет потому что на тест сложно так скажите вы еще шопифай синхронизируется ну в любом случае я лично это не сделала люди да делают вот и бейбин мне кажется ранец никакой шопифай делает свои дела там помимо шопифай есть другие площадки не надо на них зацикливаться просто шопифай самый известный так Женя расскажите про волну пожалуйста подробнее что это есть есть ли информация в группе про это ну я не знаю что такое волна волна есть равномерная раздача товаров а есть раздача товара неравномерно то есть например по фибоначи посмотрите в интернете и вот так вот раздает все зависит от бюджета не у всех такой бюджет есть то есть там раздать там одну там 3 5 7 13 27 там я не знаю вот эта волна то есть она пошла вы пробили не надо ждать сразу результатов бывает волна пробивает там через неделю даже так что разные моменты мы этим как бы занимаемся понимаете даже вот рассказав вот это все очень важно ключи по каким вы будете продвигать то есть какой листинг будет как это все будет это нельзя так вот однозначно сказать я сейчас вот тут расскажу люди попробуют сольют офигенный трафик на бюджет на продвижение и потом ничего не получится я как бы просто говорю что мы делаем так привет любомир вопрос при запуске нового товара 7 выкопов и 7 отзывов очень подозрительно или это небольшое небольшое количество твое мнение бесконечно можно разговаривать китайцы мне показывают в первый там месяц там я не знаю по 500 отзывов набивают это вот подозрительно есть сейчас тема такая что поцепляют старые листинги на них цепляются и на них висят старые отзывы верифай вообще другие товары и так далее тоже есть такая технология все по разному я считаю как бы это сказать я из этого не верифай разбавляю во первых вот и во вторых ну надеюсь зацепиться за органику и все у меня уже нет такой что там 7 раздач и 7 продаж верифай он подтягивается когда через неделю через 10 дней но это убого если мы за 10 дней за 15 вообще органики не получим ну просто это совсем не гуд вот я затягиваю верифай из этого я не верифай и заказываю максимально быстро потому что я однозначно понимаю что верифай мне потянется дней через 10 то есть после того как придет письмо после того как придет товар потом от мазон придет письмо и после этого через несколько дней мы пишем отзыв пока органики нет ну я понимаю любомеры из-за этого надо двигать вполне возможно что просто бюджет недостаточный очень часто и тут два момента или товар плохой или недофинансирование я поделюсь просто это самое кстати вот здесь человек писал где-то в группе тоже про Shopify пообщайтесь вот я пока сам только начал общаться то есть с ним делиться контактам даже бессмысленно ну а предлагали по группам да так что посмотрите в группах ну вот я просто это у меня есть кто там мне советовали человека который занимается обучением по Shopify вот не попробовать не узнать надо потестить надо потрениться надо посмотреть результаты ну смысл сейчас советовать я хочу набрать нормальной положительной статистике сначала надо все отработать так нельзя по-моему так значит так Александр на текущий момент ведется набор в группу так что может кому-то будет интересно более детально узнать об этом можно непосредственно у человека провести обучение зовут Евгений скайп такой-то ну вот видите так что есть контакты вот пожалуйста узнал хотя 1200 за обучение ну вот видите недешево дешевого ничего нет вопрос же не только обучение вопрос конечного результата вот я например когда вот меня спрашивали в начале обучался ли я где-то я также метался когда я в январе я это узнал того года также метался смотрел и рассматривал разные варианты но так как моя специфика работы предыдущей там есть как бы определенный опыт я вышел на одни курсы очень известные и просто с людьми пообщался пообщался естественно не с теми кто обучает не помощниками не там какими-то специалистами а пообщался просто с какими-то офис-менеджерами которые сидят на телефоне на приеме на бабло то есть собирать бабло я понял что вопрос я также буду им задавать и будет просто непонятка всегда и везде вот мне интересно работать тем кому я деньги плачу я не хочу какой-то конвейер вступать и быть там каким-то шестеренкой ну вот тем более за такие деньги мне это не интересно и самое что смешное я очень долго упирался я пытался с ними даже переговоры вести и вроде договорился и уже собирался деньги отправить и получился казус опять они просто ну потому что они безмозглые и ничего решить не мог вот и из-за этого казуса я как бы для себя просто перечеркнул все это дело я понял что ну шансов просто нет ну вот бессмысленно если люди сидят просто то есть вот сейчас я посажу вместо себя человека поставлю фильтр поставлю два фильтра и все все упадет весь смысл пропадет вообще давайте отпустим Дениса отдыхать да я не устал еще пока ну а так в любом случае давайте дачу почти полтора часа какие есть вопросы накидывайте и двинемся дальше как планируем расширяться ну на данный момент у меня задача одна это много-много запусков различных товаров так как у меня бюджет неограничен не неограничен вот я соответственно стремлюсь к большому количеству запусков выбираю товары на которых я могу много заработать потому что у меня нет огромного капитала и желания туда вкладывать например там чтобы туда что-то вложить на что-то продать так скажем нет таких свободных денег вот и я соответственно это нивелирую тем что во-первых занимаюсь обучением набирая опыта на своих так скажем подопечных это так и есть я в принципе с этого и начинал в принципе торговали делали собственные сервисы делали для себя вот эту статистику и помогали другим людям просто и все эту группу собирал я с того вот набежало там 500 человек с самого старта просто с теми с кем людьми я просто общался и вот и получается так что сейчас очень много запусков один за другим товаром просто то есть вот один за другим до этого я запускал очень много товаров чужих на которые повлиять мог относительно сейчас я запускаю на те товары на которые я влияю на 100% тоже с партнерами отдельно неважно как но там я именно влияю на 100% вот и за это мне очень важно посмотреть кпд реально как это все работает и понять ну насколько правильная стратегия то что мы постоянно изменяем постоянно корректируем постоянно ну просто вот всегда вот на месте не стоим по тем же серфтерам по тем же вот сейчас вот этим вот дополнительным раздачам продажам и всем остальном то есть это не просто вот можно там сказать тупо одни раздачи ну если бы это было все так просто я бы здесь не сидел так на Европу не планирую сил нет в начале года планировал но так все затягивается что просто пипец как вот вообще шансы нет вот Европа вполне возможно может и зацепим перед новым годом если будет все хорошо вот просто не получается не получается сконцентрироваться и мы боимся что мы в Европу как ломанемся мы просто там завязнем вот мы на данный момент у нас прям мы командой работаем мне очень нравится вот мы сейчас втроем запустились у нас есть дизайнер фотограф который занимается абсолютно всеми моментами есть такой как я есть Женя Лунин вот мы втроем как бы работаем на данный момент у нас вот проект по обучению мы показываем как товар кто обучается мы считаем что надо показывать на собственном примере как это все происходит выбираем вместе товары их продаем есть конечно негатив в плане того что многие сейчас подумают надо ввести такой же товар как у нас первый момент ну те кто выберет естественно такой товар я к сожалению не смогу вам помогать вот то есть в любом случае даже у нас курсы закончились я всегда на связи с Любым вот но если вы будете таким торговать товаром ну в любом случае поймите правильно я не смогу вам помочь вот первый момент второй момент вы будете с нами конкурировать то есть не самый слабый конкурент вот и третий момент это ну не все так просто вы поймите что если мы запустили удачно товар это совокупность действий это не просто вот один товар и все то есть слизали мы вот здесь товар и начинаем работать это не так даже вот вся технология весь смысл нашего обучения был в том что вот просто при вас выбираем товар и запускаем его запускаем и как вот все вот эти действия вот вот у меня сейчас люди прямо реально вот вы спрашиваете некоторые потому что мы реально это показываем на примере мы отчитываемся каждую неделю за эти товары что произошло куда пошли какой ппс мы запустили как запустили на этой неделе вот респондер будем запускать вот хотя товар в аутсток вынесен вот ну просто вот но это опять же это не значит что мы такие красавцы это значит просто что это работает и вероятность запуска успешного есть и достаточно высокая когда мне сказали что там некоторые мероприятия проводятся для того чтобы поднять дух населения что реально можно мне кажется лучший пример это вот взять и сделать не надо обещать какие-то заоблачные цифры надо просто брать и делать и все так в англоязычных группах пишут что делают волну с помощью раздачи по купонам через сторонний сервис и увей что вы думаете ну ребят ну это вообще мне кажется и увей с озонгласом давно уже сдохли вот по купонам это ну это просто отстой ну у них реально нет покупателя реально у нас оно есть у нас конкурентное преимущество я это начал в октябре месяце организовывать я еще тогда Сергей там продыбал грубо говоря говорю это прямо дело потому что купоны умерли купоны умерли и то что у них работает ну это ну это убого вообще я я тогда ими не пользовался в те времена мы там знаем giveaway сервисы все эти там ну два самых крутых это именно вот этот вот как раз то есть зонглас приезжал там на форум а вера линч соответственно делал но я я вообще раньше думал что это все уже давно сдохло и уже это ничего не работает честно могу сказать вот сейчас иногда такие пролазят у англоязычных групп просто нет ревьюеров ну просто их нет потому что вот я говорю то что у нас есть вот мы создали эту группу project x там и так далее это это наши преимущества конкурентные у многих они есть у многих но явно не у всех у китайцев есть в израиле есть у нас есть вот из-за этого это нужная вещь давайте чистить недобросовестных давайте приглашать туда людей нам туда надо приглашать покупателей обычных покупателей не надо продавцов родственников друзей там ну вот просто сказать вот халява зачем вам на амазоне покупать приходите туда и напишите я там готов все вас там завалят этими bluetooth наушниками там я не знаю выше крыш у нас к сожалению эта вся тема все-таки больше такая ну я не знаю на ebay перепродать товар но это тоже не самый худший вариант когда раньше по купонам раздавали у нас там сколько там из байбокса вылетел у нас там ppc нельзя запустить кто-то на байбокс залез какой-то наш ревьюер так скажем любимый вот из-за этого ну надо увеличивать количество вот этих людей есть проблемы есть там я видел магазины которые там просто люди бессовестные набирают огромное количество товаров и потом в них продают ну опять это от нашей убогости просто когда у нас бизнес именно заключается не на честном заработке а на перепродаже каких там копеек зарабатывания с другой стороны может это начальная стадия нарабатывания капитала потому что не у всех людей есть те же пять тысяч долларов чтобы запустить дропшипинг сейчас отвалился вот проще такими товарами торговать наверное мне кажется а у нас набора обучения у нас никаких групп нет мы просто консультанты нас нанимают у нас есть буклет в принципе прикреплен на файле нас нанимают или на месяц или на полгода мы просто людей консультируем то есть тут ничего такого нет вот у нас как бы это бесконечный двигатель пока мы имеем возможность время мы соответственно работаем почему в первую очередь я все организовал для того чтобы набраться опыта больше сейчас нельзя сказать что мы там денег совсем не зарабатываем да есть какой-то доход но опять же мы опыт нарабатываем ну представьте я могу запустить ну 5 ну 10 ну 20 товаров не больше а у меня есть например еще 20 учеников и они еще по 2-3 товара запустили есть ученики которые там сотнями тысяч долларов уже оперируют но не со всеми я плотно общаюсь с кем-то плотно с кем-то не плотно с кем-то уже сдружились кто-то там то есть у нас как такое вот именно я пытаюсь собрать именно сообщество в плане кто-то в Китае живет кто-то в Америке живет чтобы было всем выгодно удобно и комфортно и был куда обратиться все получается со временем вот эту группу собрали со временем на 10 там наша маленькая группа тоже разрастется по единомышленникам у нас есть отдельный скайп чат мы как бы там общаемся раз в неделю вот и рассказываем и про товары и про какие-то новости надеюсь что постепенно этот скайп чат перерастет именно в общении которым я вот познакомился Денисом Судимченко там Сергеем Власевичем ну и там с Евгением Луниным ну с многими людьми с кем мы параллельно начинали торговать кто-то раньше кто-то чуть позже не важно много людей много людей с какими я там общаюсь вы их просто не знаете ну вот они как бы просто там общаемся общаемся Макс Файбер это все организовал большому спасибо за это вот я также делаю именно там то же самое надеюсь что в будущем без меня эти лайвы скайп чаты будут созваниваться общаться и со мной и без меня когда люди наберут просто опыт вот наберутся опыта и будут сами рассказывать про свои товары я буду у них учиться или брать какой-то дополнительный опыт невозможно во всех группах работать и правила Амазона постоянно меняется там у нас то открывались категории сейчас опять не открывается опять там бьюти что-то там проблемы с этими тремя инвойсами постоянно из-за этого как раз вот этот опыт общения с людьми я люблю общаться с людьми потому что они мне дают информацию это самое важное вот потому что ну по-другому я не вижу вообще развития здесь вот и за это многие люди когда ко мне приходят и говорят а я вот сам хочу туда-сюда и говорю ну вот ты что мне рассказал это прям ты вот со скоростью там 100-200 км в час летишь в бетонную стену вот и все то есть вот говорят твой опыт будет ты просто тебе или повезет ты не получишь знания или просто не повезет и ты потеряешь все то есть все вложенные деньги которые и не получишь опять знания то есть ты не так не получишь знания не так не получишь знания или тебе надо как мне там вот этим заниматься и тратить на это там полгода-год чтобы на какой-то уровень так Лафик вы когда запускаете товар думаете у линейки 4 товара из той же ниши или просто идете ну понимаете да конечно думаем думаем о линейке однозначно думали неким но на самом деле как правило это достаточно легко все сделать даже чеснокодавилка там я не знаю даже там я не знаю какой-нибудь там точилка для ножей все остальное но мы можем же вариации сделать можем ножами торговать можем то есть однозначно прогнули я не знаю таких товаров которые нельзя развивать очень сложно у меня вот я сейчас нишина сейчас три набора придет мне товар вообще не нравится но мне нравится ниша я понимаю если это у меня зацепится я сделать как сайт я понимаю то есть как туда людей загонять я понимаю ну то есть огромная ниша просто огромная необъятная и небольшие нужные вложения вот мне это интересно я хочу попробовать у меня разных много задумок просто не факт что я все их я его планировал в Европу мне не получается вот у меня много задумок с сезонным товаром что делать ну я еще такой рискованный экспериментатор и за это вот и вполне возможно мой первый товар так прогнался пролетел потому что я экспериментировал то есть я и шел умышленно на это но мне некуда было обратиться у вас как бы есть где обратиться уже куча людей торгуют на Амазоне мне кажется там знакомые друзья без проблем можно найти все обязательно я говорю не обязательно к нам обращаться это на ваше усмотрение так линейка перспективу воев test маржа просто это у меня знаете как у меня много 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 всяких показателей на пример просто много было показателей мы вот этот откинули там например там у эту патент пендинг висит то есть у нас там есть юрист который проверяет вот это там такая проблема здесь такая проблема и в конечном итоге у меня вот там например Мэкабраш то есть он в принципе неплохой товар, но нет маржи значит товар оптимизирован, значит там какие-то есть нюансы, что я не понимаю я не буду на него время тратить, я пойду дальше и так я прогоняю, просто это мои специфики я наверное такой вот, люблю рутиной вот этой заниматься, то есть ковыряться, ковыряться и искать вот это вот все, вот мне это нравится ну вот мы как бы товары отсеем потихонечку так, Женя стараешься ли ты выбирать товары с меньшей конкуренцией в категории или же наоборот, чем больше конкуренции, тем больше ты туда стремишься или этот момент большего не принципиально для продвижения я обязательно, я начинаю выбирать товар с выбора емкость ниши сезонный тренд ну и вообще тренд и соответственно маржа единственная, единственная, большая ремарка связанная с емкостью емкость, надо посчитать свой бюджет просто и все я посмотрел емкость рынка посмотрел количество отзывов то есть, блин, классные продажи, мало отзывов вообще респект, отличный товар классная цена, там, например, цена, там, 30 долларов да вообще сказка ну если 10 долларов, ну я тоже посмотрю если мало отзывов, я посмотрю маржу, маржу высчитать с Алибабы очень легко разослал много писем правильных в течение суток-двух ты получишь точную себестоимость доставки товара товар с доставкой в Америку так что нет никаких проблем вот, и однозначно надо считать бюджет когда вы заходите в группу, там есть средний продаж например, там, 30 продаж в день я смотрю в гугл сейчас у нас что, подъем или спад? предположим, товар идет с боковым трендом там весь год то есть у него нет подъема, спад ну то есть я могу ориентироваться примерно на 30 продаж 30 продаж я смотрю во-первых, продаж бывает разной бывает там один топ 60 продаж продает все остальные по 30 а бывает 5 человек по 130 продает а все остальные по 5 тоже две большие разницы из-за этого нет, не бывает универсального подхода но если предположим, опять же, гипотетически что у нас все товары продаются достаточно ровно например, там, сотка, 80, 60 штук 5, там, по 40, там, 20, 15, 16 ну и так далее вот ну это хорошая ниша рабочая, стандартная кто-то больше продает, кто-то меньше можно проанализировать, почему количество отзывов, срок на Амазоне и так далее и мы, значит, в этой ситуации примерно планируем где-то на середку на 30, там, 40 продаж, предположим 30-40 продаж опять же, при почете маржей мы должны узнать, какой период времени его будет производить если мы видим доставка очень дорогая, значит море значит еще дольше то есть надо посчитать, сколько мы должны вложить денег если мы будем возить этот легкий товар, самолетом уже проще меньше денег вкладывать вот, если производят его за 10 дней, вообще сказка а если производят его за месяц 10 вы, соответственно, должны иметь такие запасы вот и умножьте 30 вот этих продаж умножьте на себестоимость и умножьте на тот период времени, сколько будет продаваться сколько вам товарных остаток надо иметь вот и все, то есть и вот на это я ориентируюсь бывают некоторые товары, они классные но я туда не захожу, потому что у меня нет такого бюджета а многие именно делают такие вот ошибки и идут в такие ниши но это те люди делают ошибки они вообще, там вот, например, ко мне с реанимацией приходят говорят, не продается надо его слить, надо это, надо то, надо пятое, десятое в первую очередь мы начинаем проверять маржинальность и, как правило, я еще ни разу не встречал таких товаров которые стоят того, чтобы его реанимировать и дальше продавать ну, ни разу не встречал в основном мы, конечно, в итоге приходим к тому, чтобы его слить надо вот, потому что грамотно, если большие товары на остатке перспективный товар и он, ну, какие-то проблемы с ним ну, проще рестарт сделать просто вывести на препцентр, пятьдесят центров заплатить за штуку вернуть его назад то есть потратить вот эти деньги и запустить его заново вот мне кажется, это проще ну, вот, теоретически это как бы рабочий инструмент но практически я его ни разу не использовал так и вот история из-за этого надо всегда ориентироваться на эти вещи они очень важны вот эти вот все вроде понятно емкость и так далее, и так далее но вот, все в момент плюс я никогда не запускаю на старте вариации вариации я только беру в исключительных случаях, например, когда какой-то размер вы берете там X там M-ка L-ка, XL, например ну, какой-нибудь там, суппорт какой-нибудь там, я не знаю галек и так далее ну, вот, ну, там просто без вариантов но, например увеличить вариации я бы стал плавно, очень медленно и на таквар такой, который паровоз идет то есть вы чувствуете, вы уже его прокачали там ну, все, остановились в продаже вы вылезти выше не можете тогда начинаем добивать вариации световые там и так далее ну, опять, ROI, вот этот вот процент как вы считаете, доходность я считаю от ложных денег мне так проще вот, не люблю ROI я, соответственно, смотрю могу про старт сказать старт для меня очень важен когда вот мы говорим про анализ цен это мне нравятся товары когда я могу своей ну, выбрал товар в своей ценовой нише потому что бывают товары разного качества в своей ценовой нише я должен быть или самым дешевым или одним из самых дешевых вот, бывает там ценовые диапазоны всякие там до 10, до 20, до 30 долларов это тоже приветствуется вот, но не бывает, не получается если мы получаем 100% при демпинге таком не надо быть самым дешевым в этом нише не надо быть по дешевой цене продаваться потому что нас должны оппозиционировать именно с тем самым диапазоном в котором мы находимся вот, вот там мы должны быть самыми дешевыми и в этой ситуации, если мы зарабатываем около 100% это отличный вариант и надо посмотреть, куда мы можем подняться если мы можем подняться там еще на 50%, 150% отлично если мы можем 250% отлично вот, то здесь уже надо смотреть по ситуации вот, и я считаю именно на вложенные деньги то есть, если я себе стоимость моего товара 5 долларов и я заработаю 15 чистыми 10 это 200% это отлично вот так вот ну, в принципе еще есть вопросы? или закругляемся на сегодня? так, ссылку на что? Валентин, напишите, пожалуйста можно, но точность информации естественно ниже в этом, как его звать в моем таблице инструментов есть все возможности ну вот, то есть там все вот эти программы которые я знаю они там есть гугл патенты гугл там ну, какие-то там вот эти все программы и по торговым маркам кстати, у меня одного ученика забанил Амазон с претензией конкурента о торговой марке он проверял на Амазоне нигде ничего не видел ну, вот такая ситуация на торговую марку и сейчас на данный момент пытаюсь ее зарегистрировать есть, конечно, вариант переупаковать переклеить назад по-другому как-нибудь сверху наклеить что-нибудь ну, вот, как бы такая ситуация неприятная мы не проверили то есть экономия бывает экономной вот, но бывает вот такая вот с неприятной так, Константин вопрос задал ваше видение о таком продукте продается в месяц на 500 единиц 2,5 полная себестоимость возврат в конце месяца 2,5 плюс 1250 я что-то не пойму тут смысл какой то есть мы говорим о том что заработок 50% всего просто если этот товар просто стабильно так продается никто не против ну, продается он продается, зарабатываете вы я так понимаю 1250 это отложенный денег 50% 50 центов от доллара вот но если вы будете продвигать такой товар на что вы будете то есть где бюджет взять вот из-за этого на разных стадиях надо смотреть то что бывает такие товары просто ниши схлопываются ниши становятся менее рентабельными это нормально если товар продается и вас деньги не напрягают то есть не отвлекают вас финансовые вот эти вливания в этот товар то можно продолжать если у вас есть более интересный товар естественно надо его сливать и забывать по инструментам каким таблица инструментов она находится в описании группы я могу дать вот в принципе здесь есть все ссылки я старался распределить удобно но если что вы мне в скайп пишите звоните пообщаемся я вам дам сюда всем успешный продаж поддерживаю абсолютно уместно запускать продукт в малом количество без логотипа а на второй круг если будет выхлоп запускать слога да конечно можно и так сделать никаких проблем нет ну надо в любом случае иметь стратегию да ну вот я и говорю нормально можно зарабатывать если числыми зарабатывать 50% ничего из такого нет криминального да лучше зарабатывать 200 но мало ли может вы туда зашли уже кучу денег потратили и торгуете уже там несколько лет там я не знаю там какой-то период времени и у вас стабильный есть доход 1250 что плохо что вопрос если вы вложили десятку и у вас такой доход но это не очень хорошо если вы вложили 2500 долларов получается 1250 да отлично разными консультациями не занимаемся ну точнее как не знаю просто мне звонят бесплатно да и все чего могу подскажу чего не могу не подскажу я просто не вижу смысла в разовых консультациях потому что это бестолковое занятие у меня был опыт отрицательный когда вначале я его делал я это не понимал но со временем понял что он отрицательный потому что за час невозможно вникнуть понять человека понять его стратегию он может быть агрессивным активным может быть очень аккуратным может быть с большим бюджетом может быть с маленьким то есть мне просто просто пообщаться узнать это можно час просто убить и все да время любое мне звонит да и все когда мне просто в скайп пишут вот если я свободен отвечаю сейчас вот у меня там куча народу сидит сейчас по возможности отвечу ну а так в течение дня мой скайп такой вот вот и за это я к разным консультациям негативно отношусь именно вот с этой точки зрения потому что помощь очень очень ограничена если решать вопросы чисто технически то да но если стратегически это невозможно невозможно просто очень мало будет вещей которые можно подсказать рассказать сказать там я не знаю всегда что-то есть вот сейчас ничего не говорил два часа прошло а у вас конкретно товар надо посмотреть надо с ним что-то сделать ну это очень дорого ну сколько консультация ну минимум 50 долларов должна стоить ну я не знаю тут есть чуваки которые эти деньги берут я думаю что меньше за это брать бессмысленно там что за 10 долларов работать вот из-за этого как кому нравится ну все всем удачи всем пока до связи кому что надо это самое пишите в личку вот так что так всем пока так 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 Продолжение следует...